Утро под серебряным дождем Что слушали в рекламе Потому что хочется чертовски уже субботы Это будет в ближайшую субботу, кстати, 21 числа И у нас еще остались местечки Также вы можете зайти на наш сайт И пройти регистрацию И прийти абсолютно безвозмездно Безвозмездно, то есть даром Мы тут начали уже обсуждать В общих чертах, Ром Что в субботу мы в это встречаемся С нашими дорогими ведущими И не будем показываться нашим дорогим слушателям Скажем, после 19.00 У меня рабочий день с 5 С 5 в субботу у тебя рабочий день? Вы сколько угодно? До 9 Так ты, получается, приедешь в самый разгар А, в 9 еще все будет? Конечно, друзья, у нас там будут играть Две замечательные группы Мы пока не будем говорить, дабы сохранить интригу Вот зайдете, все увидите Так что там будет чем заняться До самого позднего вечера Подробная информация, конечно же, на сайте Нашей две станции Silver.ru Что будет сегодня в нашем эфире? Буквально в 8 часов утра Мы поговорим с Андреем Аксеновым Ведущим исторических подкастов В общем-то, закатный период Хорошо знаком вам человеку-историку Об иностранных интервенциях А? Которые нас всех пугают, да? Очень актуальненько сейчас Про иностранные интервенции В истории нашей российской Посмотреть В 9 часов Ирина Новоселова Я искренне надеюсь и уверен Что при студии Серебряного дождя В рамках традиционной программы Новоселова Тайм В 10 Субкультуры зумеров В программе 2040 Там, вот честно, уж простите меня С культурой бы разобраться А там еще субкультуры Это, я так понимаю Квадроберы Квадбоберы Вот как раз то самое, да-да-да Хорсинги Вот эти сейчас еще есть Нет, подожди Какие хорсинги? Это вот когда на палке пляшут Нет, подожди Это не субкультура Постойте Это вид спорта Нет, это прямо вид спорта Причем признанный Хобби-хорсинг Хобби-хорсинг Да, и занимаются им К сожалению, не зумеры А вот бумеры как раз И все прочие Миллениалы в том числе Я тюнингованные этих Увидел на маркетплейсах Тюнинговые вот эти палки На которых прыгают Заниженные, я надеюсь С флажком клическим Знаешь, который сразу Как известно Добавляет 10 лошадиных сил На машину Вот финишный флажок Нет, ну если серьезно Там отдельно Значит, как-то зажим для ног Чтобы вот ты его как подпирал Он у тебя активнее подпрыгивал И ты мог больше не препятствовать Он так возбужден Об этом рассказывать Не удивлюсь Если завтра прискачет на таком На белом Нет, нет, Роман А я бы на это посмотрел Нет, я боюсь С другой стороны Мне кажется, лучше бы Если люди по летней Москве Не на самокатах катались Бивая всех вокруг А вот на таких лошадках бы Она безопасная зато И весело, красиво Можно лошадку свою украсить Как тебе нравится Индивидуальность проявляется Ты знаешь А вот на некоторых автобусах Написано За нос один метр Вот им тоже Чтобы они палкой сзади Не махали своим хвостом Тоже иногда пришлось выцеплять Лошадь тоже может брыкнуть Да Согласен с тобой Ладно В 11 часов уже более серьезные Конечно же Размышления экономистов Вместе с Евгением Надоршиным В начале Перед первым музыкальным треком Страшная информация Страшная и полезная Страшная Сегодня в 11 часов утра Начнется буря Продлиться на целые сутки Очередной всплеск на солнце Произошел Да Мы про магнитную гурю Если что Не остались Естественно Да Про магнитную конечно Да Ну и наконец Хоть сообщает об этом Дейли Мэл Но именно на сегодня Запланировано Серьезнейшее совещание В Конгрессе Поскольку НЛО заметили Около базы ядерных сил Соединенных Штатов Америки Конгресс собирает Срочно слушание По этому поводу Вот так вот Сенатор Кирстен Джилибранд Заявила Что это самое Приоритетное На данный момент Мероприятие То есть они точно Хотят от выборов Глаза Отвести Так скажем Избирателей Но тем не менее Несколько днями ранее Очевидцы сняли На видео НЛО С яркими мигающими огнями В 100 метрах От ядерной базы ВВС США И говорят Что снимки уже Подтверждены В плане подлинности Никогда такого типа не было И вот опять Хоть так хочется Никогда этого не было И вот опять Специально Для Соединенных Штатов Америки Начнем сегодня Несколько необычно Это Лэйзи Хаббит Вместе с Хакни Коллери Бэнд Фид Дебресс Танцуем всем заводом Ну все Раз растанцевался Завод США Значит мы Все правильно делаем Мы спокойны Особенная благодарность За песенку вам от Майкла Welcome on your time Майкл Окей Поехали дальше Купи слона Помнишь такую пословицу? А ты купи слона Не Я еще помню Замечательный мультик Про колобков Где слона украли Кто-то там покупал слона И выписывали справку О том что куплен слон Теперь можно Причем бетонного Значит на его постройку Он 16 метров Размер имеет Если кто-нибудь Когда-нибудь ездил По Новоризонскому шоссе Вы наверняка видели Это строение Это большой знаменитый Дом слон Его выставили на продажу По цене В 74 миллиона рублей Да Проезжало его практически часто Потому что Те кто ездит На гоночную трассу Адем Он находится как раз С правой стороны Во второй линии И очень четко заметили Такая морда Белая-красная Возвышается Над одноэтажными строениями Честно говоря Он жутковатый Вот даже Не назовешь Каким-то интересным Там я не знаю Арт-объектом Он просто жутковатый Какой-то Так он внутри без отделки Абсолютный бетон внутри Там есть лестница И все Там больше нет ничего Вот то есть Грубо говоря Там надо его Еще и внутри На отделку тратить Не знаю Очень наверное Какой-то экстраординарный человек Может поселиться В таком доме Или сделать там Какой-то бизнес Вот в качестве Какого-нибудь магазина Цветочного допустим Ну почему бы и нет Наверное Слушай 16 метров Ты представляешь Людей загонять На верхний этаж Куда-нибудь Какую-нибудь Оранжерею бетонную Ну просто Лифт тогда Там надо строить На секундочку Но тем не менее Послой теперь Купи слона Заиграл Как говорится Другими красками Да пожалуйста 74 миллиона Будьте любезны И так далее Ну и мы не могли Спасибо тебе Татьяна Анатольевна Пройти мимо 34-й церемонии Шнобелевской премии Это да Мое любимое Ну понедельник Давайте немножко Улыбнемся В начале недели Итак Премия по физиологии Досталась за исследование Доказывающее Что млекопитающие Могут дышать Внимание Через попу Ну то есть Через задний проход Если официально Ну да То есть детский анекдот Теперь все Да Не в ходу уже больше Не в ходу Понятно Премия мира Вручили за предложение Использовать голубей Как наводчиков В ракетах И на полном серьезе Собирались Сажать внутрь ракеты С тумбонидом Водили на цель А ты знаешь Вот эту кстати теорию Которая недавно Распространилась в интернете Что голуби Это обнищавшие Рабочие птицы Потому что раньше Их использовали В качестве Ну почтового голубя То есть у них была профессия Потом вот эта эра Как бы почты Почтовой Ой почты Голубиной ушла Они естественно Их никто не берет на работу Они обнищали И стали буквально бомжами Которые теперь вынуждены Жить в городах Побираться на помойках Это знаешь Что вот трет В интернете Где люди начали Железь голубей И поняли какая у них Тяжелая и жестокая судьба Может быть вот наконец-то Им новую профессию нашли Слушай Ожидая флешмоба Вернем голубям почту Да Вернем голубям работу Вернем голубям работу Работу голубям Просто уже транспарант Увидится Ладно Премия за демографию Ох актуальная сейчас Проблема Особенно в России За открытие того Что многие долгожители Стали таковыми По бюрократической ошибке Класса Премию по анатомии Вручили группе ученых Которые выяснили Что волосы у людей В южном полушарии Чаще закручиваются По часовой стрелке А в северном наоборот Ну ты знаешь Если так вот серьезно подумать То вода в унитазе Действительно В северном полушарии По часовой стрелке Закручивается А в южном против Интересно Магнитный полюс На этом можно построить Очередную теорию заговора Я считаю Я думаю Что они меня от этого И отталкивались Пытаясь выяснить В какую сторону Закручиваются волосы у людей Хотя Сама по себе Идея выяснения Закручивания волос Против или по часовой стрелке Примечательна Премия Конечно же По Давайте Вот по химии Мне очень поразрабатывать Давай Просто по химии За разработку Способа отделения Пьяных червей От трезвых Во-первых Созникает вопрос Зачем они напоили червей Ну чтобы определить Кто из них пьяный А кто трезвый Да Как они потом Потом червь Он начал не по прямой Вот так вот передвигаться А как-нибудь резко извиваться А вот это интересно Надо кстати почитать Это исследование Каким все-таки образом Они стали определять Пьяных отрезвых Да Но у них кстати по физике Тоже неплохая премия Тоже За доказательство Что мертвая форель Может плавать против течения Мертвая форель Может плавать против течения Угу Почему? Не знаю Ну доказали Ну и наконец Премия по ботанике За доказательство того Что некоторые растения Могут имитировать Форму листьев Находящихся рядом Искусственных растений А вот тут я даже удивляюсь Почему это Шнобелевская премия По-моему Довольно забавный факт Интересное исследование Вот мы же говорим Что собаки Похожи на своих хозяев Да С хозяев похожи на своих собак Так вот вам пожалуйста Пример Из ботаники Тут примитивные В общем-то Растения Начинают приобретать форму Каких-то искусственных видов Да И наконец Премия по теории вероятности Такая тоже есть Ее вручили за эксперимент С подбрасыванием монет Показавшие Что они чаще падают На ту же сторону То есть А левая решка Все уже Это вот как Подбрасывать Ну чаще всего Да Получается на одну и ту же Интересно А было когда-либо Исследование Про бутерброд Который падает Маслом вниз Да Интересно было Почитать Потом в казино пойти И сразу же Монетку подбрасывать Да Ладно Давайте к более серьезной информации Я думаю Что кто-то Планирует свой отдых Уже на Новый год Это правильно Кто-то очень счастливый И богатый Судя по всему У кого горизонт планирования Позволяет немножко Так ручки Протянуть До новогодних праздников Вам будет полезна Наверное Ну может быть Немножко огорчительная информация О том что Турпакеты Новогодние праздники Подражают По мнению экспертов Аж Почти Ну скажем Почти До 270 процентов И самый дорогой Новый год Ждет конечно же На курортах Краснодарского края А точнее В Красной Поляне В Сочи Да Териберка Давайте пробежимся По курортам Териберка Станет дороже вдвое Морская прогулка Ферма с хаски Оленями Путешествие По кладбищу Корабли Станет В 70 тысяч Рублей за день Гордонужный курорт Хибинок Также вырастет Вдвое В 8 ночей Обойдутся Примерно В 150 тысяч Рублей на двое В Шерегеше Я надеюсь Правильно ставлю Ударение Цена взлетит Тоже до 270 процентов 7 ночей С завтраком Там будут стоить 210 тысяч рублей А недельный отдых На Камчатке Например От 150 тысяч Даже дешево Можно сказать В сумму Входит гид Трансфер И проживание Три дня В Петропавловске Камчатском А остальные На базе отдыха Недалеко от Овачинского Вулкана И океана Или Овачинского Опять же Прошу прощения Если неправильно Ставлю Вот это недорого Но только смотри Интересно Во-первых Включен ли перелет Петропавловск Камчатский А во-вторых Перемещаться на Камчатке Как мы точно знаем В том числе От Виктора Кирилловича Это очень непростое Зачастую для этого Приходится арендовать вертолет А аренда вертолета Это уж совсем другой порядок Там уже в 150 тысяч Явно не влезешь Ладно Взойти на Эльбрус Станет дороже Сразу на 15% С 57 до 65 тысяч На человека Тур по Дагестану К Новому году Поднимется как раз так Примерно до 75 тысяч рублей И наконец-то Вот та самая Вишенка на торте Красная поляна Отель Спа Канатная дорога в горах Обойдется в 400 тысяч рублей Как минимум То есть от этой цены Начинается Да Мы не будем вас сейчас Спрашивать Собирать Но конечно Это очень грустно 400 с лишним тысяч рублей Я уж не говорю Они хотели Посчитали Канатку в горах Но там тоже надо подумать По-моему В прошлом году Сутки Стоили сколько Скипас на сутки То ли 10 То ли 12 тысяч То есть если вы просто На сутки А если ты едешь на неделю Кататься Просто посчитай Там конечно Дешевле обходится Чем больше дней Ты покупаешь Тем дешевле Но все равно Довольно таки дорого Ну это способ Искать какие-то новые Может быть не такие Банальные маршруты На новогодние путешествия Если хочется куда-то поехать Хотя я вот удивляюсь Что тут нет например Великого Устюга Куда очень многие Отправляются на Новый год Потому что там резиденция Деда Мороза Или в Карелию я знаю Очень многие ездят Конечно В эту снежную сказку Где на хаске Можно покататься Там все прочее Всякие удовольствия Интересные Да у нас в принципе На Алтай Очень многие ездят Зимой Да и в Петербурге Кстати тоже почему-то Очень популярное настроение Да Направление Именно на новогодние праздники Правда меня всегда удивляло Почему Питер Потому что там И так не очень приятно Про Москву В такое время года Я про погоду конечно же Да В Москву сколько людей Приезжает на Новый год Извините Да согласна Хотя обычно Москва Наоборот старается уехать Из города Это типично ежегодно Знаешь все москвичи Из Москвы уезжают А все остальные Сюда приезжают Поэтому такое ощущение Как будто в городе Количество народу не изменилось Вот все то же самое Как было на тротуарах Толчья Так и она осталась Ладно Грустная информация Перед бизнес новостями Что называется Вот если идете в горы Пожалуйста убирайте с собой Меня всегда вот честно Бесит уж просить Это слово Когда люди Идя куда-нибудь на природу Не убирают за собой Вот остатки там Шашлыка Пакеты бросают И так далее Ну это показывает их просто Невоспитанность в первую очередь Да и уровень культуры Вот смотрите к чему это может привести Пачка читес Одна пачка читес Уничтожила Карлсбадские пещеры В национальном парке Нью-Мексико Они просто превратились В ядовитую ловушку Для тысяч животных И мирных организмов И во всем виноват турист Который случайно уронил Вот эту самую пачку чипсов В пещеру За которую Началась королевская битва Насекомых Месиво вот это все Оцерело в итоге И превратилась в плесень Заполнившую всю уже пещеру В итоге Одна невинная пачка Кукурузных снеков Стала причиной Гибели местных обитателей Ученые назвали Этот случай По-настоящему Экологической катастрофой Одна Пачка чипсов Брошенная В пещеру В национальном заповеднике И вот вам результат А к чему это дальше приведет Ведь понятное дело Что это будет иметь Распространение Из одной пещеры Это перейдет В другую Та же самую плесень В общем посмотрим Вообще это 4800 нам Показывает Суэлский пас В поляне В прошлом году На день Ну тоже неплохо Тоже так неплохо Это и на одного человека Я правильно понимаю? Конечно То есть если ты едешь С семьей Хотя бы с трех человек Да с ребенком На каждого считай Супас отдельно Платишь 15 тысяч Буквально в день Да Неплохо Можно там Я знаю кто-то там По одному скипасу С ребенком По очереди Вдвоем Прижимаешь ребенка к себе И там же рулетка такая стоит Как в метро Где защелкивается Рулетка Ну вдвоем с ребенком Теоретически Пройти можно Но там ведь стоят Специально обученные Персонажи Ну да и с не очень большим Ребенком может пройти Если у тебя уже подросток Допустим не прокатит С 18-летним персонажем Не пойдет Да Даже с 15-летним Уже скорее всего Уже скорее всего Не пройдет Конечно Ладно Хочется конечно Вот я не знаю Вот у нас есть отдельно Дальше тема такая Потому что очень много Высказываний было По поводу молодежной политики В частности Вот перед бизнес новостями Наверное впору будет сказать Что в России могут построить Новый БАМ Не для того что он нужен Как магистраль А для того чтобы Озанять молодежь У Росмолодежи Должен появиться Проекция российского значения Немероприятийных Господи Как это слово было Дозвращено Мероприятийных Господи А рукотворные Общественные деятели Которые затрагивали бы Каждому Наш новый БАМ Об этом заявил Глава департамента госполитики В сфере воспитания Наталья Агре Она отметила что Молодежи следует Трудиться вместе Ради общего дела Добровольно И на благо Любимой страны Это утро Под серебряным дождем Плюс семь девятьсот Три семь девять семь шесть Три три его координаты СМС-сообщение забавное По поводу как раз таки Пачки читас Истроили произраильского туриста Справившего нужду В национальном парке Торрес Дель Пейн И в порыве борьбы за экологию Решившим сжечь бумажку От своей деятельности За одно много тысяч квадратных километров Сухостойной местности Денис И гражданин мира Да нас волнуло Спасибо вам большое Денис Это вот из разряда Как говорится Попроси дурака богу молиться Да он весь лоб прошибет Просто когда доходит Борьба с экологией Какой-то бред Вот оно в такое превращается К сожалению такое да и превращается Надо просто быть наверное Поадекватней чуть-чуть Всем нам Зато вот на Маане пишут Что демографическая ситуация В стране Боится она Не позволит Струить нам новую БАМ Народу-то как-то не хватает Ну зато смотри Можно будет не думать О тех же самых автомобилях Ведь с первого октября Это было утверждено Минпромторгом Все-таки Телесбор у нас повышается На 75-80% Далее ставка будет Инденсироваться на 10-20% Стоимость машин С двигателями до 3 литров Вырастет на 100-200 тысяч рублей Уже этой осенью Цены также взлетят На коршеринке БУ автомобиля А тут на БАМ поедут И зачем машины На БАМе-то дорог Все равно нет На новом БАМе Вот будут железную дорогу Прокладывать Ладно Давайте продолжим Тут дело в том Что вообще непростая ситуация Россияне в залог для кредитов Оставляют видеокарты Животных И знаете ли Различные интимные игрушки Да Игрушки для взрослых По какой цене Интересно их привлекает Какова ценность Дисконтированная стоимость Да РБК об этом между прочим Пишет На секундочку Это не шутка Поэтому драгоценности машины Это уже стала редкость Когда люди оставляют залог Электросамокаты кстати Еще начали оставлять Вот из забавного Да А вот те самые игрушки За год Их стали оставлять залог Каждый на 13% чаще Этой же цифры соответствуют Количеству оставленных видеокарт Нет Ну видеокарт В залог то понятно И с ней майнить можно Грубо говоря Но вот Искомые Так сказать Слушай Они многие И очень недорого стоят Ага Таким образом Да Там вроде как есть Очень крупные такие фирмы Которые делают Премиальные Вот Изделия Я не отдам вам микрозайм Забирайте мое Вместо этого Слушай Возможно для кого-то Это самое дорогое Вот Самое дорогое Если человек это отдает Под залог Сам подумай От сердца отрываю От сердца ли Я просто тут подумал Что Таня сказала Что еще самокат Или электросамокат Издают Ну тоже под залог Под залог Да Я тут решил Что в принципе Секс-игрушкой Тоже можно назвать Электросамокат В какой-то степени Ну в каком-то смысле Да При условии того Что я иногда вижу Как едут два мальчика На одном электросамокате Ты думаешь Вот они электроприводные У меня не сдерживаются Иногда эмоции И я заставляю себя Слушай Это во-первых Ну давай не будем Поднимать эту тему Потому что я вчера Допустим у себя В дворе дома Увидел Я просто как обычно Стоял с балкона Смотрел Как их было стадо Я бы сказал Потому что по-другому Не называется Шесть электросамокатов На каждом по два Молодых пацана И они все время Подсигналивали Улюлюкали И просто проносились Мимо МФЦ и супермаркета Разгоняя всех прохожих Ну вот что с такими людьми делать Ну что с ними делать Ладно Давайте еще более грустная информация Оказывается россияне Начали экономить на детях Сократились карманные расходы Сразу на 500 рублей Таковы результаты опроса На Андериде Финансиал Групп Да и теперь в среднем Дети получают от родителей По 3,5 тысячи рублей в месяц На карманные расходы А давай аккуратненько спросим У наших слушателей Особенно у малой части Кто-то же сейчас едет в школу 7 в 40 утра Сколько вам на карманные расходы Дают родители А вы господа родители Увезли ли расходы Карманные своих детей Просто интересно 3,5 тысячи рублей в месяц И готовы ли урезать Кстати Если ситуация будет ухудшаться Экономическая Вот утверждается Что в среднем От родителей Получают сейчас дети 3,5 тысячи рублей в месяц Не знаю Тут видимо все зависит От ребенка От его потребности Понятно Идешь к 8-летнему мальчику Или девочке Мне кажется Это вполне достаточно Да Конечно Подростку Возможно Этого уже будет Немного не хватать Ну а пока вы задумались Что в продолжении Темы того Как у нас в России Вообще стоят дела Очень много было Конечно же Прекрасных Я считаю Мотивирующих заявлений Ну к примеру Настоятель храма Троицы Живоначальный Андрей Ткачев Произнес проповедь Для молодежи Дав им Конечно же Ряд наставлений В частности Он считает Что умеется Женщины на кухне А мальчишки Должны уметь Спать на полу И куском хлеба Наедаться Тогда зачем женщине На кухне И с куском хлеба Наедаться Ну это ладно Пусть Ну да Еще и тевармы Мальчики обязательно должны Сразу же Как повзрослеют Вот незамедлительно Да-да-да А женщина Вот это мне понравилось Выражение Плавать на кухню Между домашними Начинаниями Да Кстати Ранее Протерея уже жаловался На равенство прав Женщин и мужчин И он считает Что это неправильно Не по-христиански Видимо Относиться Ко всем Одинаково Да Интересно Ну ладно Хорошо Видимо не удивительно Что москвичкам Начали массово Рассылать направление На анализ На возможность Зачать ребенка Это серьезная информация Об этом рассказало Издание МСК Со ссылкой На своих читательниц Приглашение Сдать анализ На антимюллеров гормон Это как раз таки Гормон отвечающий За фертильность Приходит через сервисы МОЗ.ру и АМИАС Судя по сообщениям Рассылка началась 12 сентября Сдать анализ Можно в течение 12 месяцев По словам женщин Получивших направление Они не обращались За помощью к врачам И анализы Пришли в личный кабинет Без их инициативы В мэрии уже объяснили Что это связано С реализацией В столице Нового проекта В сфере Репродуктивного здоровья Женщин Если уровень Запаса яйцеклеток Будет снижен То женщину пригласят В центр женского здоровья Если же Или женскую консультацию И предложит полный комплекс Необходимых мероприятий Чтобы она стала Мамой здорового ребенка Например Бесплатно сохранить Яйцеклетки В специализированном банке С помощью заморозки Криоконсервации И в будущем Женщина сможет Использовать их Чтобы забеременеть Рассказала заммэра По вопросам социального развития Анастасия Ракова Вот честно говоря С одной стороны Мне не кажется Эта инициатива Совсем уж такой плохой Да Это кстати классная история Если у женщин У которых допустим Снижается фертильность Если им окажут Какую-то медицинскую помощь И помогут В дальнейшем Родить ребенка Если она этого захочет Это очень классно Особенно если Расходы все государства Или там Например Муниципалитет Да Москва Конечно Но с другой стороны Когда это вот Таким каким-то наплывом Когда тебя из-под палки Предлагают пойти Сдать анализ Это вы сразу Начинаете видеть Душком неприятно Да и сразу хочется Знаешь как В подростковом возрасте Взбунтоваться И сказать А что это В принципе не хочу этого делать Да вот не буду Просто потому что вы Хотите этого И попробуй ты возразить Это будет абсолютно Правильная твоя позиция Почему нет Хотя не знаю Может быть мы тут не правы Может быть к этому Надо относиться Это же слушай Ну не обязательно какая-то история Тебя же никто не накажет Если ты не пойдешь Просто приглашение Насколько я понимаю Ну давай тогда в школах В институтах Ведем в обязательном порядке К примеру При поступлении в институт Андрей ну не советую Нет ну это будет отвратительно Но если уж следовать Такой логике Обязательного приглашения Ну в школе и в институте Это еще не прокатит Потому что там практически У всех фертильность повышена Еще потому что Молодые организмы Как в школе То вообще еще не нужно А приеме на работу Ну вот при приеме на работу Это интереснее конечно было Кто у нас там Губернатор какого края Призвал Значит в перерывах Между работами Заниматься собственно говоря Деланием детей По-моему в Перми Да в Перми Красавчик Он сказал А что это время не хватает Уставшие они приходят В перерывах между работами В рабочий полдник Вот раньше программа была В рабочий полдник Вот займитесь В рабочий полдник тем самым А интересно с кем То есть как-то будут выделять Кого-то с кем заниматься Или что Более того Где возникает вопрос Ну да Потому что простите меня Если это будет относиться К супружеским парам Они допустим работают На разных концах города Это как же будет выглядеть тогда А если на другой стороне Будут выделять дополнительный час С обеда Восьмой как хорошо Час у него Час у нее и дополнительный Постойте А кто же тогда будет Это контролировать Тогда должен быть чиновник Который будет представлен Каждой паре И будет с ними ездить И контролировать А вот здесь мы можем Решить вопрос где То есть предоставлять Специальные места В которых будет Существляться непосредственный контроль За эффективным исполнением Своих обязанностей В полуденный час Мне кажется Нужно делать пилотные проекты Чтобы вот этот чиновник Который это предложил Просто со своей супругой Стали первыми Так скажем Апробаторами Вот этой вот истории И всем потом Это демонстрировали Соответствующую видеозапись На рабочих местах Чтобы добавить мотивации К исполнению И повторению ОНОГУ Ну да Это же будет весело Надеюсь Им не пришлют Тогда повестки Из полиции За распространение Всяких материалов Незаконных А почему там будет Созна специальный отдел Который будет отдел А специальная инициативная группа Будет создана Потом рабочая группа Потом специальный комитет И комиссия При нем Которая будет Четко отбирать Материалы Которые можно Которые нет Ведь есть же обучающий материал Вот она будет Обучающие материалы Инструктаж Да От не обучающих материалов Понимаешь От вредных материалов Такой тоже будет Но если все-таки Вернуться к москвичкам Которым прислали Вот это приглашение Мне кажется Все-таки Тут стоит посмотреть Может быть действительно Если вам это нужно Если вы планируете Ребенка в дальнейшем Может быть и стоит Воспользоваться Таким шансом Вообще хорошо Когда государство Действительно может быть приглашает Как значит На диспансеризацию Нас же приглашают Да Мы не часто ходим Может быть на нее Хотя это говорят В школах она по-моему Обязательная до сих пор Ну в школах Да Вот тебе уже Как взрослому человеку приходят Из поликлиники Обычно тебе приходят Это приглашение Или на госуслугах Да Ты его получаешь Ну и машешь на нее рукой Или идешь допустим Если ты очень ответственный Тут можно так сделать И вообще конечно Если государство Наверное будет Как бы за свои деньги Да Предлагать Опять же Вот эту креоконсервацию Если будет больше Так скажем Возможности Сделать ЭКО Не за свой счет Да Для многих Это большая проблема Потому что процедура Не дешевая Обычно требуется Несколько процедур Допустим Не с первого раза У всех получается Конечно А вот этих вот Как они называются Эмбриончиков Нет не эмбриончиков А шансов Сделать это За государственные деньги Довольно мало Квот мало Выделяют не всем У многих Проблемы из-за этого Вот занимайтесь пожалуйста Этим А не рассказывайте Как надо детей В перерывах делать На работе Ладно Давай все таки вернемся Мы спрашивали наших Уважаемых слушателей Вас уважаемые дамы и господа Каковы карманные расходы Ваших детей Сколько вы сейчас даете Своему чаду В неделю И вот давай прочитаем Несколько смс сообщений У нас Катя нам написала У нас с дочерью подростком Уговор на 500 рублей В неделю карманных денег Всего 500 То есть в месяц Около 2000 выходит Бывают жалобы Что это мало Но увеличивать планов Нет К тому же Это именно на ее личные траты Еда Напитки Ледосу Куйно Музей И так далее Это уже обсуждается Дополнительно Ну то есть четко Было разганичено На что Сам тратит ребенок А на что Уже могут потратиться родители Хорошая практика Правильная практика А 5000 рублей в неделю Пишет нам Алексей Но это первый опыт Дочери 17 лет Вроде не жалуются Валерия написала Карманы для дочки 17 лет 2000 рублей В прошлом году Было полторы Снижать точно не собираюсь То есть тут у нас увеличение Вот Сергей нам просто пишет Что на ребенке не экономлю И не собираюсь этого делать Но сумма к сожалению не приводит Ха Какие карманные деньги Мой сын учится в 8 классе Еще денег не давал В 8 классе Ну в 8 классе уже можно было бы Ну а на буфет Ну да Наталья вот напишет Двое детей Каждые по 6000 рублей в месяц Два раза в месяц По 3 Старшей школы 15 лет 10 в месяц 10 в месяц То есть А вот расскажите мне Как молодому родителю Так скажем У которого ребенок У которого еще ребенок Не ходит в школу Что такое карманные расходы Ну наверное это то На что ребенок Может потратить деньги Ну к примеру Я считаю что К карманным расходам Стоит относить Если ему хочется Что-нибудь перекусить Если еда в столовой Когда он ел Оказалось плохое Ему хочется Что-нибудь перекусить Я ходил в школу Мне давали там В день там По 50 скажем Рублей может быть Может быть 100 там Уже когда в институт Начал ходить Мне 25 копеек Еще давали Пирожок стоил 10 копеек Вот это карманные расходы А когда мне например Родители что-то покупают В течение дня Это карманные расходы Нет Я считаю Карманные расходы Или они мне не должны Уже покупать ничего Ну вот у меня допустим Современные карманные расходы Это если ребенок хочет себе Что-нибудь там Какую-нибудь новую штучку Маску купить Либо что-нибудь там В Роблоксе Купить себе Какой-нибудь там Скин это называется Да Там какие-то вот такие штуки Вот это ради бога Из своих денег трать Ну вот да Мне кажется Карманные расходы Это то что вот у ребенка В его как бы руках находится И это деньги Которые он тратит на вещи Которые вот именно он Хочет купить для себя Хочет он их пустить на еду Пусть он ест Да Но это что угодно Но он как бы с тобой Не советуется при этом Это вот его решение личное То есть это не те деньги Которые связаны С обеспечением Ее жизнедеятельности Питания Проживания Нет Вот он захотел что-то потратить Да там Мороженку купить Ну хотя с едой сложнее Что-нибудь Тогда да И прям буквально Коротко Если я иду утром в школу Мне дают 50 рублей А вечером я иду гулять С друзьями Мне еще дадут деньги Это тоже карманные расходы Ну вот это я не знаю Карманные расходы Еще и приучают человека В том числе к экономности Ты тем самым можешь Приучить ребенка Допустим копить на что-то Вот хочешь там дорогой игрушки Ты скажешь хорошо Вот я тебе даю карманные расходы Можешь начать копить Откладывать какую-то сумму И купишь себе Там какой-нибудь Супер лазерный автомат Это тоже подход К воспитанию В каком-то смысле ребенка Хотя психологи Вольны наверное Со мной не согласились Продолжение следует... Продолжение следует...